Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами этим утром. И, конечно, утро начинается с того, что мы собираемся, торопимся, опаздываем на работу. Спешим, едем, стоим в дорожных пробках. Кто-то, может быть, едет на работу в другие совершенно места, в другие города, работая живя в одном городе, работая в другом. И вот, конечно, приятно, что нас слушают в пути. А вот неприятная статистика, которая указывает на возросшее число пострадавших и даже погибших в дорожно-транспортных происшествиях. И вот Латвия по статистике занимает в Европейском Союзе по количеству погибших в дорожно-транспортных происшествиях печальное второе место. Это практически вот антирекорд. Почему это происходит? Вот об этом мы сегодня, вот сейчас будем говорить с директором департамента инфраструктуры автодорог, к министерству сообщения, с нами на прямой связи Талий Валдис, Ветст Иранс. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. В самом деле, мы тоже с Олегом обратили внимание, что даже за последние дни, за последние недели, количество смертельных исходов в автоавариях, на латвийских дорогах увеличилось. Скажем, минувший уикенд от 10 погибших буквально вчера очередной случай был на дороге и вообще 99 аварий в течение одного дня и 15 пострадавших. Что происходит на латвийских дорогах? Вы, как профессионал, с чем связываете это? Это безответственность, состояние дорожного покрытия, погодные условия. Что причиной? Погодные условия как раз летом самые хорошие, если сравняем с октябрем, декабрем, январем или даже с мартом этого года. Например, в этом году, в марте, погибло два человека. А позапрошлая неделя – 10. Это как связывать? Ну, практически никак. Может, с ковидом? Ну, я думаю, тоже в марте не было такое снижение нашей активности и общества, чтобы там не было ничего. Ну, последние 2-3 года, даже 4, может, и 5, тенденция, что вот летние месяца – июль, август, сентябрь. Ну, сентябрь, что тоже сейчас уже потеплел. Последние годы мы увидим довольно теплое время, и выезжают люди на окраине, там отдыхают. И вот это, наверное, вот это развлечение, это настрой на такое, на раскрепощение, может, последние 2 лета, после весной, весенней ковида, когда был локдаун и так далее, частный, полный, называем как хочем. Но летом тогда сразу чувствуется, что вот такое раскрепощение, как бы я назвал, и люди бросаются куда-то ехать, куда-то торопиться, не взирая на всякие правила. И вот это, наверное, приводит к этому, и нам надо всем вместе, не только тем, которые водят автомобили, но всем окружающим надо смотреть тот человек ваш близкий, который будет ехать, отдохнуть, отдохнул ли он, выспался ли он после, например, тусовки. Я не говорю о пьяности, это вообще криминально, и сразу это надо наказать и все остальное. Но такие наши ежедневные ситуации, когда мы понимаем, что человек отработал 10 часов, может всякое случиться. И о этом надо напоминать, что если почувствуешь, что усталый, сразу надо останавливаться, сразу отдохнуть, хоть 5 минут, но немножко, чтобы опять можно продолжать, ну, уже в бодром состоянии дорогу. Вот, например, позапрошлой недели эти две случаи, ну, полностью непонятны, почему водитель так подействовал. Заехал напротив ехавший автобус, переехал перекресток, несмотря на знак «стоп» и врезался в грузовой транспорт. 5 погибших молодых, молодых людей, ну, это страшно смотреть это все. У нас, между тем, звонок, 6-7-212-93-9. Доброе утро. Я не знаю, чем это объяснить, но я заметила в последнее время, что когда идет переключение светофоров, на обоих уже красный свет. Один не зажегся, еще зеленый, и вот когда красный свет, все водители стараются бегом, как говорится, проехать. Я не знаю, может быть, полицию что ли ставить или заняться воспитанием водителей. Спасибо. Спасибо. Очень хороший вопрос, но это светофоры так устроены, что был так называемый кругом красный. Это нормально 2-3 секунды, когда так происходит. Но это надо всем соблюдать. Это из-за того есть, чтобы предыдущий, которому был зеленый еще и потом желтый, чтобы освободить перекресток, чтобы уже другой не ехал на него. И это тоже будет решаться. Есть сейчас уже технические средства, например, город Рига уже думает об этом устанавливать. Уже есть пилот-проект устанавливать фиксирующие устройства, которые вот такие нарушения фиксируют. И потом уже автоматически высылают штрафное показание. Да, это как раз вот говорит, наверное, все-таки о культуре водителей и о том, что, может быть, это какое-то несерьезное отношение к тому, что можно выехать на встречную полосу, чтобы обогнать, если все-таки нет дальней видимости. И многие другие вот какие-то нарушения, которые люди совершают просто не думая о последствиях. Вы знаете, опять же, культура езды и там различные нарушения, которые нарушают на дороге, может случиться всякое разное. Отвлекся, задумался, потерял обдительность. Но, говоря об инфраструктуре, кстати, простейший пример. Самое начало Юрмальской трассы, еще в городской черте, под путепроводом по направлению к аэропорту ведутся. Я там не был несколько дней, может быть, уже достроили, может быть, уже убрали. Но я видел четко несколько дней назад в обоих направлениях какие-то непонятные строения с бетонными отбойниками. Посередине, в средней полосе бетонные отбойники стояли. Кстати, пользуясь случаем, эксперт Инвестернс, может быть, вы в курсе, что там строится? Зачем на Юрмальской трассе? Насколько я знаю, это не владение Министерства сообщения, это владение Риги. Насколько я знаю, уже в прошлом году там было немножко уселся этот проезжий, ну, это покрытие, да, этого моста или путепровода. И, наверное, они делают какие-то подкрепления, чтобы восстанавливать нешустью способность этого путепровода. Может быть, но эти бетонные отбойники, они стоят на проезжей части, в них влетают. Это очень хорошо, что они делают, но то, что нет предупреждений своевременной, понятной информации, что вот на этой дороге вот такие работы, и там надо снижать скорость и перемешаться на другие полосы, это, конечно, это надо делать. Вот человеческий, что всё-таки является самым главным уязвимым местом? Это человеческий фактор, качество дорог или что-то ещё? По статистике 95-90% это человеческий фактор. Неправильная скорость, неправильное ваше состояние водителя, усталость, ещё что-то. Техническое оценение дороги, транспортного средства. И только 5 самых транспортных средств и 5 дорожных покрытий эти обстоятельства. Ну, это в зависимости от всякой ситуации. И поэтому мы, как и другие, например, Швеция, Финляндия, идём на так называемую нулевую цель. Это, конечно, все понимают, что нельзя его достигнуть, но на это надо стремиться. И поэтому мы в три направления работаем. Мы работаем, это первое, что вот эти скоростные, там, где надо быстрее людям попасть, например, обедная Риги, магистраль Виа-Балтика, и эти надо перестраивать на магистрали с двумя проезжими частями. И тогда там можно будет ехать на 130, там не будет велосипедистов, пешеходов, им будут отдельные полосы, там, где и трактор ездит, и обслуживаются все имущества, которые рядом с дорогой. И также все пересечения в двух уровнях. И в таком образе мы уже успокаиваем, если кто кому надо длинные расстояния или объехать Ригу, можно по этой хорошей дороге объехать. Второе большое направление, это, конечно, общественный транспорт, чтобы уменьшить тех, которые надо попасть ежедневно, например, 23 километра в Ригу или в другие города, и так улучшить, чтобы вас перевез профессиональный водитель, или с поездом, или с автобусом, или другим видом транспорта, но как бы общественным. И третье, это микромобильность. Это означает, что нам надо успокаивать во внутренних урбанных территориях, то есть в городах, в центрах, надо успокаивать движение. Потому что надо, в Риге, например, надо сделать в первую очередь, конечно, магистрали, южную магистраль, восточную магистраль, закончить, они не закончены. И тогда можно уже весь транспорт, например, Симонты на юглу переправить от этой объездной. И не надо нагрузить Чака, Бривибас и Валдемара. Эти надо успокаивать. Это Рига уже делает и развивает проекты этих магистралей, и успокаивает движение. Это многим, конечно, не нравится, но это тоже понятно. Ну, привык ехать 30 лет по Чака, ну, вот так и буду ехать. Ну, надо как-то перестраиваться. И также на госдорогах, например, Балтазар, Адаши, где тоже большое в определенных часах сутки есть напряжка с движением. Ну, вот здесь мы успокаиваемся, ставим пластмассовые столбики в тех местах, где нельзя обгонять. Ну, в том же времени есть промежуток, чтобы пожарникам, неотложке, полиции, все могут проехать, чтобы попасть быстрее на место происшествия. К слову, о столбиках. Как вы оцениваете работу Рижской думы по их установке в центре города? Надо, как я сказал, это одно из направлений, надо все одновременно делать и восстанавливать проекты магистралей и успокаивать движение, чтобы могли люди пользоваться велосипедом. Ну, посмотрите сейчас, например, на Чака Брунинек. Повернитесь вокруг, увидите 20-30 велосипедистов. Три года назад одного им, может, не увидели бы. Ну, это тоже хорошо, потому что, в том числе, если вы повернете голову, автомобилей уже будет меньше или столько, или немножко больше. И если шок увеличится, тогда и нам лучше, и воздух будет, и спокойнее это движение будет. Ну, конечно, надо магистрали, чтобы можно объехать улицу Чахач, чтобы не ехать по нее. И так же в других улицах. Конечно, надо думать об исполнении, там есть места, где можно улучшить, чтобы лучше понять, разъяснить. Ну, это есть что, да. Есть где стремиться, как говорится. Напомню, что директор департамента инфраструктуры автодорог Министерства сообщения Талай Валдес-Вест-Иранс сегодня с нами на прямой связи. Телефоны в студии 67212-93-9. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну, тяжело слушать бодрый голос в Инфиренсе всегда. Значит, вы цифры, вот назовите, сколько у нас идет на дороге, в разы меньше Литвы-Эстонии, в разы меньше. И вот успокаивая движение, вот ваша фраза меня опять же подтолкнула позвонить. Машин все больше, а вы хотите успокаивать движение, потому что видите 20-30 велосипедистов. Юрмейскую трассу не доделали, половина сделана, 110 поставлена, половина 90. И вы договорились уже до того, вы лично, господин Вест-Иранс, что какой-то там налог вы хотели направить прямо в дорожный фонд, который уничтожен. Понимаете? То есть вы такие сказки рассказываете при тех цифрах, которые отпускаются на дорогу. Давайте подождите. Хорошо. Думаю, давайте без личных оскорблений, во-первых. Но вопрос понятен. Тут автоводители возмущаются велосипедистами и теми, я понимаю, привилегиями, которые велосипедисты получают, ну, по их мнению, перед ними. Да, ну вот... Да, пожалуйста. Ну, конечно, если мы сравняем позавчерашнюю ситуацию, вот ехали с машиной, все хорошо, мне надо отвезти ребенка, например, с Марупы на какой-то юглу, где детский садик. Ну, да, ну, надо человеку, конечно, это потребность понятная. Но понимаете, переехать всю Ригу, отвезти ребенка через всю Ригу, ну, и так, и так, это не один, это много сотен. И это образует, это, конечно, надо самоуправлением организовать эту проблему. Как? Чтобы было или использовать, если использует из другой самоуправления детский садик, в другом тогда используя общественный транспорт или другой, но чтобы не было индивидуального перемещения. Мы сами себе эту жизнь так, ну, усложняем. И этот трафик, конечно, надо. Я согласен, надо магистрали. И поэтому активно министерство сообщений думает, например, уже получили из правительств разрешение смотреть новые объездные Ецовы и Бауски. Ну, чтобы это движение в сторону Литвы было лучше. Также смотрим, как другую дорогу сделать, чтобы не ехать всем через Балтазарс и Адаж. Там уже невозможно. И там дорогу исследовали, что невозможно на Балтазарсе ущерить. Там негде. Негде устраивать две отдельные проезжие части и в том же времени не обслуживать въезд в частные дома. Это невозможно уже физически. Тогда надо каждой стороне откупить все эти дома в Балтазарсе. Но это, конечно, невозможно. Ну, вот эти направления и насчет налоговой политики тоже. Ну, госбуджет есть как бюджет. Если бы автодорожный фонд попал все деньги, которые в законе написаны, 80% из акций за ТЭН и Айлен, так называемые, Виньетта, тогда, конечно, хватило. Там бы было почти 600 миллионов. Там можно было переделывать все дороги с доли после. И все бы было хорошо. Но мы получаем гораздо меньше. Половину из этого. Что касается дорог. Другие нужды есть. И направление надо. И педагогам, полицистам. Всем надо деньги. Ну, какой есть. Как мы все вместе сбрасываем эту госказу. Так, есть деньги. Но об этой всей налоговой политике я не отвечаю. Но если я как понял, человек сказал об налоге, о воз старых машин. Мы обкрадываем сами себе. Мы позволяем людям ехать, купить старые Ауды или Пасад. Ну, за 2-3-4 тысячи. А он не понимает, что ему в принципе надо ту же цену, этот дизель вкладывать, чтобы он качественно ехал. Чтобы все фильтры поменять. Чтобы все датчики поменять. Посмотрите, как на улице происходит. Когда на перекрестке вы уже не видите, там все темно из-за дыма. Из-за этой старой машины. Ну, мы позволяем просто, просто позволяем людям попасть в эти сетки торговцев старых машин. Ну, у людей сколько в кармане денег есть, только они могут себе позволить на автомобиль, сколько я примерно понимаю в жизни. Вопрос такой, уточняющий. Вы сказали, что многие дороги следует переделать из полутора полос в две. Как так получилось, что еще лет 15 назад с такой же уверенностью их переделывали как раз-таки в полторы полосы? Не все переделывали. Это несколько участков. Это было сравнение с шведской или польской системой. Ну, там пересчитались. Думали, думали, так будет лучше. Но это не все дороги. Это две участки только есть, перед Баусской и за Адажей. У нас, да, буквально одна минута. Давайте коротко примем звонок. Автодорожный фонд у нас уничтожен, господин Вестырон. Сообщаю вам это, если вы не знаете. Да. Спасибо вам за уточнение. Да, ну, у нас, вот если подводить итоги, все-таки, вот как сейчас мы, я понимаю, занимаем очень неблаговидное такое место в Европейском Союзе по количеству погибших, и вот такая цель к 50-му году уже не допустить вообще смертельных случаев. Вот эти три направления, скоростные дороги, общественные транспорты, микромобильность, вот как они будут воплощаться в жизнь на протяжении вот этих, если можно, ну, вот подводя уже итог нашей, когда ждать каких-то первых результатов, как это все будет происходить? В стратегии 20-40 на автомобильной дороге утверждена. Нам есть конкретный план по годам, как мы идем, период. Сейчас уже разрабатывается проект на обветной риге А4А5. Есть конкретный уже проект, разрабатывается новый мост, соединенный с железной дорогой под Салуспилс. Есть план микромобилитета, в том числе разработан план, как построить велодорожки, пешеходные дорожки на все большие города Латвии, где больше 5 тысяч человек. И также есть конкретный план, как улучшить общественный транспорт, в том числе Риги и их окраинности. Спасибо. Спасибо за это уточнение. Мы благодарим, господин Таллы Валдеса Вестернса, директора департамента инфраструктуры автодорог, Министерства сообщений, за то, что нашел время пообщаться с нами. Хорошего дня. До свидания. Мы тоже с Олегом заканчиваем утро на Болткоме. Конечно же, работа радио продолжается, работа портала Микс Ньюс вообще не прекращается. Ну и всем хорошего дня. До встречи. До свидания. До свидания. Радио Болткома Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова